Друзья, всех приветствую! С вами Александр Свар. Заехал на очередной объект, ну и как обычно хочу рассказать и показать, что будет здесь производиться. Значит, это панельный дом, вторичка, не новостройка. Здесь у нас трехкомнатная квартира и мне предстоит здесь произвести замену, переварку двух стариков холодного горячего водоснабжения и замена пяти радиаторов отопления. Сейчас я нахожусь в зале самой большой комнате. Здесь, как видите, у нас два радиатора, вот один в углу, вот такой маленький. Ну, решили тоже его оставить, чтобы, я так понимаю, спроектировать здесь не просто так, чтобы не промерзал угол, тоже решили оставить. Будет также четыре секции, то есть минималочка установлена. И вот основной радиатор, который под окном находится, в таком он состоянии. Значит, особенность данной замены радиатора будет в том, что работа будет производиться по технологии заморозка труб на пресс-фитингах Мегапресс от компании Виего. Так, ну давайте пройдемся по всем комнатам, посмотрим то, что у нас сейчас имеется на данный момент, с чем нам предстоит столкнуться. Спальня небольшая. Вот, кстати, друзья, обратите внимание, здесь штукатурится стены по маякам, но еще пока полностью работы не закончены, то есть перед моей работой не успели, но сделали наброс, вот выровняли, сделали маячок, поставили и сделали, выровняли стены на месте установка нового радиатора, то есть подоконное пространство в данном случае, то есть это важно. Иначе, если сделать установку на те стены, как было, и потом сделать штукатурку по маякам, то у нас радиатор поможет прижаться вплотную к стене, что не есть хорошо. Должен быть за радиатором и стеной, вот между этим, должен быть зазор не меньше там двух сантиметров, это для того, чтобы тепловые потоки обходили радиатор со всех сторон и выдавала максимальная теплоотдача была. Вот у нас аппараты по заморозке труб, пресс-инструмент, это у нас временные байпасы, так как сейчас зима, работа будет делаться, производится в два этапа. Сначала останавливаю циркуляцию, демонтирую старые конвектора, устанавливаю байпасы, потом собираю радиаторы, вывешиваю. Вот, кстати, радиаторы уже закуплены, это рефар супрема, между всего и 350, это полный биметалл. Вторая комната, то же самое, здесь побольше от штукатуры, но не везде, на самом деле главное, чтобы было именно то место, место установки. Такой вот радиатор. Как видите, радиатор не имеет никаких кранов, регулирующий арматуру, нет байпасов, то есть он напрямую приварен к стояку, соединен. Ну, здесь прямоток идет, будет устанавливаться, еще раз говорю, рефар монолит, будет запорная регулировочная арматура, схема подключения будет низ-низ. Дело в том, что здесь нижняя подача, ну, вернее, так скажу честно, точно неизвестно, но очень часто вот именно в панельных домах нижняя подача, опять же, чтобы не рисковать, потому что если мы сделаем классическую боковое подключение, то может случиться так, что нижней подачи в таком случае у нас просто не будет прогреваться весь радиатор, не все секции, так скажем, поэтому здесь лучше подстраховаться. Так, это у нас кухня, вот видите, какой большой слой наброса, вот, ну, здесь то, что здесь под окном не наброшено, не смотрите, потому что здесь будет устанавливаться вертикальный, ну, это пожелание заказчика, вот на это пространство сбоку, возле оконного проема, будет вертикальный трубчатый радиатор, пурма, насколько я знаю, его еще нет, но должны привезти вот ближайшие пару дней, если вы заказали. Так, у нас такой конвектор. Так, друзья, ну и давайте посмотрим теперь санузел, что есть вам представляет, вот такая вот у нас красота, здесь значит был произведен слом кабины, сантехкабины, вот, для того, чтобы у нас освободилось пространство, самый главный доступ вот к этим муфтам, видите, внизу, то есть их кабина, как правило, не позволяет нормально подлезть, чтобы вырезать их, хотя, конечно, они здесь собраны на краски, сурики, поэтому, в принципе, они надежны, ну, так как у нас капитальный ремонт, лучше избавиться и от таких соединений, вот, поэтому нужно вырезать все это дело. Ну, как обычно, значит, это, я всегда говорил и говорю, это убрать вот эти сгоны, это мина замедленного действия, к сожалению, вот, ну и переварка будет со смещением, вот, во второй части ролика уже после переварки я вам покажу, расскажу, что у меня получилось. Друзья, пока на этом все, смотрите, продолжение. Друзья, и снова я, как и обещал, показываю финальную часть своей работы, смотрим, это у нас самая большая комната, зал, здесь у нас два радиатора, значит, повторюсь немножечко, значит, работа производилась без отключения стояков отопления, по технологии заморозка труб, вот, так как варить нельзя с заморозкой, на пресс-фитингах от компании Виего, система называется Мегапресс, такие вот стальные муфточки, специально пресс-инструментом, обжимаются, не требуют обслуживания, ревизии, то есть при желании можно зашивать гипсокартоном, прятать, вот такие вот неразборные, самой компанией позиционируется, как замена альтернативы сварочным работам. Здесь у нас стояк 15-й, полдюймовый, вот, но, значит, обвязку я сделал классическую на три четверти, так как, во-первых, у нас выходы на радиатор на три четверти, чтобы не ставить резьбовую футурку с прокладкой, сразу ставлю, наверное, ровный герметик, американку и вентили фар. Ну, по сути, у нас все конвектора заводского исполнения, для тех, кто не знает, которые производятся, современные, они идут, стандартная у них труба три четверти, байпас полдюйма, вне зависимости от диаметра стояка, поэтому таким способом. Байпас у нас сделан из пресс-тройников с выходом на полдюймовую резьбу, вот, это сделано для компактности, вот, используется нипелечек из стальной полдюймовой трубы, установлен, значит, на анаэробный герметик, сильной фиксации, то есть такой тройничок уже разобрать нельзя, вот, и сама резьба, на самом деле, не нужно бояться, и нужно понимать, под резьбой часто, я лично подразумеваю, сгонные соединения, вот эти, действительно, сгонные соединения, именно в замедленном действии. Короткая же резьба, хорошо запакованная, стоит так же, как и вентиль на резьбе установлен, то есть, без проблем. Дальше идет футурочки переходные на полдюйма, и дальше вот уже идет под пресс. Здесь уголок, так как у нас внизу должна, ну, не должна, а я устанавливал охлаждающие колодки, места мало, поэтому цельной трубой крутой загнутой, как вверху, к сожалению, здесь установить невозможно, ну, во всяком случае, без отключения. Если бы отключались стояки, была возможность там чуть ниже, так скажем, срезать трубу, тогда можно было что-то придумать поинтереснее и сделать цельной трубой. Хомутики обязательно ставлю, когда делаю с мегапрессом, делаю по две штучки для лучшей фиксации. Радиаторы у нас рефар супрема, полностью биметаллические радиаторы, не имеют ни пилей, не имеют ни прокладок, в этом их надежность. Вся арматура у нас, в том числе уголочки, как видите, фирма фар, качественные, толстостенные, хорошего качества, мощные. Все в едином цвете, вот хромировка, смотрится аккуратно, красиво. Вентиль фар, это вентиль ручного регулирования, это не термоклапан, друзья, вот поэтому можно ставить вверх, вверх барашком. Эти вентиля являются универсальные, они не имеют направления потока и они также регулировочно-запорные, то есть можно регулировать температуру, а в случае необходимости снять радиатор, можно перекрыть, не нужно ставить дублирующий шаровой кран, допустим, чтобы не городить елку, как я это называю. Хомутики мюпро, безболтовые, тоже аккуратненькие, красить цвет трубы и все. Такое колечко. Сейчас, конечно, это все без отделки, может быть не так красиво, как хотелось бы, но после всех работ вид будет совсем другой. Так, еще одна комната, то же самое. Подача здесь у нас нижняя, вот, но вентиль, опять же, чем хороши вентили фары, у них нет направления протока, поэтому я ставлю классическим, визуально это более смотрится привычно к глазу, поэтому с барашком регулировочный я ставлю, как будто подача сверху. В любом случае оно работает, функции свои выполняет, а визуально смотрится классический. То есть это классический вид подключения радиатора. Единственное, что схема, конечно, здесь не снизу, так называемая ленинградка. Особенность ее в том, что она универсальна и гарантирует прогрев всего радиатора, всех секций, независимо от количества секций, длины. Я, может быть, прикреплю к видео. У меня есть, значит, я тепловизором снимал, то есть если посмотреть тепловизор, то у нас вот подача идет снизу, здесь заходит буквально две секции, поднимается вверх и идет распределение по всем секциям. Там уже, естественно, эта физика работает, тепловода остывает, опускается и выходит уже через верхнюю трубу и уходит дальше. Считается при такой схеме, что есть потери КПД там на 10, даже 15 процентов. Но, друзья, единственный нюанс, который забывают теоретики добавить, которые пытаются умничать и спорить, что боковое лучше. Да, друзья, боковое лучше, чем низ-низ, но при верхней подаче. Здесь нижняя подача, поэтому лучше в данном случае именно низ-низ, иначе при подключении бокового, если слабый еще проток, то может получиться так, что у вас будет, например, четыре секции прогреваться и все. То есть там вода, получается, заходит, вот первые две секции, три-четыре может быть, да, поднимается и сразу уходит. Поэтому боковое, боковое подключение при всем, как говорится, моем уважении к этой схеме, но она часто не работает, тем более вот в панельных домах очень часто идет как раз нижняя подача. Нужно это иметь в виду. Вот, а вот ленинградка, так называемая, не сниз. Это универсальная схема, она работает при любой подаче, то есть в тех случаях, где точно даже неизвестно или, конечно, актуально больше всего это именно при нижней подаче. Кстати, сколько инструмента, да, друзья, вот это все, казалось бы, заменить радиаторы. Заморозка. В общем, при нижней сто процентов работать, но и при верхней, то есть эта схема универсальная. Так, здесь давайте кухня, вот здесь самый нестандартный у нас радиатор, как вы видите, такой вот вертикальный, трубчатый радиатор компании PURMA. Вот так вот он выглядит. Здесь изначально был маленький конвект, заказчик по дизайну захотел вот именно так. Чем PURMA интересны, то что он относительно дешевый, здесь нет встроенной драмаголовки, я вообще термоклапана на центральных системах с остальными стояками не очень люблю, много шлама, мусора, вот поэтому вход здесь центральные два выхода, универсальный, также не имеет значения, откуда вода слева, этот сосочек входит или в правый отвод, вот там стоит между ними разделительная мембрана и по сути у нас как бы не имеет значения. В данном случае подача нижней, поэтому идет вот через нижний отвод, как раз поднимается вверх, там разворачивается вода, грубо говоря, и спускается вниз и через обраточку уходит опять стояк. Да, здесь конечно бы в идеале со смещенным байпасом, тоже было бы намного интереснее, лучше. Вот, ну здесь были нюансы, в любом случае я просчитывал все варианты, опять же говорю, сделал я здесь с заморозкой, без сварки, поэтому пришлось немножко, так скажем, сделать не так, как хотелось бы, вот, ну в любом случае такая схема тоже работает, здесь небольшое подружение, то же самое полдюймовое, видите, вставочки переходные, для того чтобы лучше было затекание радиатора, хотя в принципе может и по прямой было бы тоже, я делал, тоже работает при нижней, вот именно такой, здесь как, можно сказать, тепловой насос, наверное, работает, вода поднимается, остывает и уходит, все прогревается, тоже есть тепловизионная съемочка, я делал потом, возможно, я сейчас в видео или в конце, или там ставлю, покажу, как это выглядит, вот, и что еще у нас, еще у нас санузел, то есть этот объект у нас была, значит, замена радиаторов и переварка стояков холодного, горячего водоснабжения, таким образом, значит, как видите, дюймовая 25 труба, здесь это панельный дом классический, здесь была сантехкомбина, ее сломали, для того чтобы у нас особенного кабина убрать пол, чтобы был доступ к нижним муфтам, вот я их вырезал, сразу у нас идет стык и дальше трубогибом я гнул стоячки, как видите, вот, особенность какая, вот, сразу скажу, то есть смещается только центральная часть, то место, где будет размещаться узел ввода, весь стояк прижимать к потолку, как некоторые меня часто спрашивают, да нафиг надо, надо было под потолком, друзья, не нужно, уверяю вас, во-первых, это мертвая зона, во-вторых, это пожарная безопасность, для того, чтобы сварку не производить под самым потолком, потому что тепло все от пламя горелки идет вверх, не дай бог там что-то в перекрытии загорится, потому что вот эти вот, видите, остатки, здесь был какой-то картон, еще что-то я вот отодрал, но все равно, что там в полу у соседа, внизу обычно захламлено, поэтому лучше варить сантиметров 20 я делаю отступ, как минимум, в любом случае, еще раз, мертвая зона, там ничего размещаться не будет, все это зашьется, доступа туда не будет, хомутики, закрепил стояк, место стыком покрыл цинковым спреем, лактайт 7800, в дальнейшем будет здесь, весь покрывать не стоит, так что трубы оцинкованные, горячего оцинкования, это более надежно даже, чем покрытие, вот это, вот, в дальнейшем сантехник, который здесь будет работать, оденет утеплитель, чтобы не было конденсата, особенно касается холодной воды, вот, значит, что еще, внизу, как я сказал, тоже мертвая зона, друзья, да, здесь будет зашиваться, инсталляция, поэтому, а для чего так высоко поднял, то есть, для того, чтобы у нас вот выход под канализацию, видите, на кухню, которая пойдет, здесь сейчас непонятно, то есть, как бы стоит вот так, но будет переверяться этот канализационный стояк, все вот эти тройнички, может быть, будут опускаться даже, это уже мастер будет сам смотреть сантехник, и для того, чтобы у нас не было, случайно, не пересекались, грубо говоря, да, вот эти горизонтальные, специально поднимаю где-то около 50 сантиметров, все, и там, пожалуйста, можно провести в дальнейшем, не мешая проходу канализационной трубы, ну, и вообще, если опускать в пол, это значит, нужно использовать приварные, круто загнутые отводы, во-первых, хороших еще купить надо найти, и во-вторых, ну, все равно, понятно, что хорошо сварена, сварка будет стоять тоже хорошо, но цельная труба, есть цельная труба, вот, смещение, еще хочу акцентрировать, смещение, это на самом деле нехорошо, вернее, как мне говорят, нельзя смещать, надо было по прямой пускай, друзья, наоборот, смещение, это правильно, потому что вы вырезали старый полотенцесушитель, который вот здесь был, а он выполняет также роль компенсатора, линейного, теплового, длиннее трубы, расширение, когда идет, ну, конечно, это больше касается горячей воды, но, в любом случае, и холодной тоже имеет небольшие перепады, поэтому вот таким образом это даже полезно, снимаются все вот эти нагрузки, вот, краны, дисковые затворы, вот, ставлю их несколько лет, вот, единственный нюанс их, они, во-первых, они, вернее, плюс в том, что они, у них легкий ход, ступенчатые, значит, производитель даже разрешает регулировать проток, они менее свойственны к закисанию, но есть небольшой, друзья, я уже понял, значит, косячок такой, ну, не косячок, они очень капризны к перегреву, то есть нельзя варить, вот, некоторые берут отводик такой, установили кран и по месту приваривают, нельзя, он перегревается, то есть, хотя бы, там, должно быть, как минимум, наверное, полметра, или тряпкой обматывать, чтобы не нагревать, иначе будет проблема, иначе они начнут пропускать, вот, я делаю заготовочки, варю все отдельно, зачищаю, только в конце устанавливаю эти краны, вот, у меня проблем нет, хотя, вроде, вот, недавно заказчик сказал, что один, года два назад я ставил, и у него, вот, сальничек стал подкапывать, не знаю, может быть, брак, вот, на данный момент, вот, года три-четыре ставлю, это единственный, вот, нюанс, который, вот, мне сообщили, вот, именно по моей работе, поставил я их несколько десятков, там, штук 50, наверное, точно, за вот, несколько лет, так, что еще, это, вот, старые конвектора, то, что я демонтировал, вот, такой, вот, тихий ужас, естественно, такой оставлять не хотелось, капитальный ремонт в квартире, вот, ну, и добавлю, наверное, значит, сколько проводилось времени от работы, работа проводилась шесть рабочих дней, но это с учетом заезда, закупки, подготовительных работ, чтобы все собрать, вот, так что, вот, это не быстро, я, тем более, один работаю, ну, изначально, я всегда говорю, что я не работаю на скорость, работаю все-таки на результат, тем более, работа с заморозкой, было бы лето, конечно, здесь бы все отключили, это все сделано, на той неделе бы закончил, сегодня понедельник, вот, пришлось выйти, последний радиатор вот этот, на кухне сделать, подключить, вот, поэтому, друзья, все делается, вот, конечно, есть нюансы, работа с заморозком специфическая, поэтому нужно иметь в виду, и не все, честно скажу, не все беру я, значит, заказы с заморозкой, связаны это, конечно же, с диаметром труп, состояние труп, потому что мне нужно останавливать циркуляцию, как я сказал, я работаю даже в отопительный сезон, есть у меня свои наработки, вот, кстати, друзья, кому интересно, могу пару слов сказать, я недавно открыл свой онлайн-семинар, то есть я проводил живой семинар в девятнадцатом году, вот, ну, к сожалению, это довольно трудоемкое занятие, и я немножко, значит, поменял, как сказать, профиль, я сделал онлайн, я думаю, это самое удобное, находясь дома, вы заходите на сайт, и, пожалуйста, изучайте, там есть видео, где я подробно рассказываю, в том числе, как я работаю с заморозкой, в том числе, как я останавливаю циркуляцию, поэтому, кому интересно, заходите в SANSVAR PRO, ну, также на основном сайте sansvar.ru есть ссылочка, раздел семинар, вот, заходите, семинар платный, вот, ну, та информация, которую я собирал, опять же, складывается из моего опыта, и эксклюзивность, вот, как с заморозкой, я думаю, оно того стоит, уверен, будет многим полезно, поэтому всех приглашаю. Ну, что, друзья, на этом все, спасибо всем за просмотр, с вами был Олег SANSVAR.